МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Центр новостей о главных событиях. Этого дня вам расскажет корреспондент информационной службы Астрахань-24 в студии Людмила Шналеева. Здравствуйте. Последний звонок прозвенел для выпускников Астраханской области. В этом году образовательные учреждения региона покинут свыше 4 тысяч 11-классников. Многие из них уже определились в будущей профессии, но им еще предстоит выдержать государственный экзамен. Все это будет потом, а пока повзрослевшие ученики прощаются со школой. Наклаженные фартуки, рубашки, накрахмаленные банты повзрослевшие гимназисты, как и 11 лет назад, пришли на торжественную линейку вместе с родителями. И они переживают не меньше, чем сами выпускники. Мы радовались, прощаясь со школой, а сейчас я стою и хочу. Я надеюсь, что парень крепкий, он прорвется, и все будет у него хорошо. Очень сильно волнуюсь, конечно, потому что она идет во взрослую жизнь, детство закончилось. Позади годы учебы. Теперь молодым людям не нужно зубрить домашнее задание, заполнять дневник, спешить на уроки. Для них звучит последний звонок. У нас очень дружный класс, мы всегда старались помочь друг другу. Все было, и пятерки, и двойки, и любовь первая. Тут я поняла, чем я хочу заниматься, что я хочу вообще и кто я в этой жизни. Первую гимназию в этом году заканчивают 32 ученика. Из них 5 претендуют на золотые медали. Многие выпускники, получив аттестаты, продолжат учебу в ведущих вузах страны. Однако, как заявил губернатор Игорь Бабушкин, Астраханская область заинтересована в высококвалифицированных кадрах. Региону для развития экономики нужны дипломированные специалисты. Приделилась, это ветеринария. Буду поступать, скорее всего, в наш вуз. Я хочу быть психологом. Я планирую учиться в архитектурном вузе и хочу стать архитектором. Я сейчас пообщался с ребятами в Санкт-Петербург. Много деток собираются поступать. Они должны пробовать. Пусть они пробуют, пусть они там обучаются, но наша задача, чтобы они возвращались. Возвращались уже полноценными специалистами. Ученические парты в этом году покинут свыше 4000 11-ти классников. Впереди у молодых людей сдача государственных экзаменов. Первый назначено 31 мая. Выпускное, поступление в вузы, но это будет потом. Сейчас выпускники 2021 года прощаются с детством и со школой. Это наша надежда! Татьяна Токарь, Игорь Мефиденко, Центр новостей. Почетным гостем на торжественной линейке в школе номер 35 стал депутат Госдумы от Астраханской области Леонид Огуль. Он закончил это учебное заведение 40 лет назад и теперь уже нынешним выпускникам перед государственными экзаменами пожелал удачи. Уровень знаний, которые получают ученики 35-й школы, оценивается как высокий. По итогам минувшей государственной аттестации почти 80% выпускников поступили в высшие среднеспециальные учебные заведения на бюджетные места. У нас сегодня выпускается 3 девятых, 66 человек и 1 одиннский. 23 человека. Особо хочу сказать о них. Это дети 4 золотых медалиста у нас в этом году среди 23. Почти все заканчивают школу на 4 и 5. Последние несколько лет в регионе растет средний балл ЕГЭ. 47 11-ти классников в прошлом году получили 100 баллов. Депутат Госдумы Леонид Огуль прошелся по школьным коридорам, осмотрел оснащение кабинетов, пообщался с выпускниками, пожелал им успешно пройти аттестацию. Самый тяжелый – это выбор дальнейшей профессии, дальнейшего учебного заведения, куда вы будете поступать. Хочу вам пожелать, чтобы этот выбор был на всю жизнь. Всех благ вам. Добрый путь. Для развития образования в Астраханской области реализуется несколько национальных проектов. При участии депутатов Госдумы до конца года в разных районах региона будут 3 школы на 1500 мест, также 11 детских садов. И к другим новостям. Сегодня, 24 мая в России, и ряди других стран отмечают День славянской письменности. Праздник приурочен ко Дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обратился к жителям региона и поздравил их. Он отметил, что азбука и письменность, созданные Кириллом и Мефодием, стали основой для развития русского языка и литературы. Глава региона поблагодарил представителей Русской Православной Церкви за вклад в сплочение многонационального края. В Астрахани ежегодно учреждение культуры и образования проводит ряд событий по истории зарождения и формирования славянской письменности. Сегодня главное событие, приуроченное к празднику, проходит в сквере Астраханской филармонии на прямой связи со студией. Моя коллега Анара Едигеева. Анара, добрый вечер. Анара, вам слово. Людмила, здравствуйте. Людмила, здравствуйте. Сейчас мы находимся у здания храма Пресвятой Богородицы. Здесь астраханцы собираются на экскурсию по историческим местам и храмам. Экскурсия эта приурочена к Дню славянской письменности и культуры. И напрямую связана с Днем памяти равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки. Кирилл и Мефодий разработали азбуку, кириллицу, на основе которой перевели с греческого языка священное писание и ряд богослужебных книг. С тех пор азбука и письменность стали основой для развития русского языка и литературы. Впервые в нашей стране День славянской письменности и культуры отпраздновали в 1863 году. В современной России это единственный церковный праздник, который имеет статус государственного 1991 года. По случаю праздника на территории региона ежегодно организуется ряд событий. Это выставки, мастер-классы, фестивали, концерты, в том числе концерт, который сейчас проходит в ствере Астраханской государственной филармонии. А сейчас здесь экскурсия по историческим местам и храмам организована информационным агентством «Буребесник» при поддержке Агентства по делам молодежи. Подробности этой экскурсии мы сейчас узнаем у организаторов, у заместителя руководителя Агентства по делам молодежи Виктора Сергеевича Нуртазина. Виктор Сергеевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о чем сегодня узнают астраханцы и в каких местах они сегодня побудут? Сегодня мы поддерживаем ту инициативную группу, которая создает патриотический медиаресурс, который будет формировать контент о казачестве, о православии. И, собственно, вот этот проект, эта экскурсия сегодня даст нам больше знаний и мы больше узнаем об истории культуры нашего города, нашего родного края. Мы пройдемся по центру города сегодня вместе с активистами общественных организаций, с молодежью, с журналистами и посмотрим, насколько богата история нашего города, какие храмы исторические находились на тех или иных местах. Ну и, конечно, поговорим об истории этих храмов. Какие точки поселят астраханцы? Ну, маршрут будет, на самом деле, проходить по центру города. Он начинается здесь, закончится он в кулакольне Астраханского Кремля. Мы пройдем до монастыря непосредственно по улице Советской, где раньше было очень много храмов. Ну и почти, наверное, на каждом перекрестке мы будем останавливаться, общаться. Спасибо, Виктор Сергеевич. Экскурсии по историческим местам и храмам – это одно из событий, которое дает старт проекту информационного агентства «Буревестник». Такие экскурсии пройдут на территории региона еще в течение всего года. Астраханцы могут присоединиться, обратившись в информационное агентство «Буревестник». Еще одно важное событие, которое организуется в честь праздника – это божественная литургия. Сегодня утром в Успенском кафедральном соборе Астраханского Кремля состоялся торжественный молебен. По случаю памяти равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Торжественную литургию провел митрополит Астраханский и камузякский Никон. Благодаря этому дню, этим святым наше государство стало быть. И поэтому благодаря этим всем и их послушанию, послушанию матери церкви, которая в свое время призвала их для того, чтобы они послужили на благо, они принесли все – и цивилизацию, они принесли и язык, они принесли и целостность, и они принесли и культуру. Все они принесли. К великому сожалению, мы посещение обстоятельств, еще что, забываем это все. И все дальше уходим от этого. И становимся, возвращаемся опять к первобытному состоянию, к тому, что было до крещения. Как уже было сказано ранее, в Астрахани в этот день проходит ряд еще других культурных, исторических и творческих событий. Областной праздник сейчас проходит в ствере Астраханской государственной филармонии. Там проходят сейчас викторины, презентации книг, выставки, и все это завершится концертом. Сразу вслед за днем славянской письменности и культуры в России отмечают праздник День филолога. Это профессиональный праздник людей, которые посвятили свою жизнь русскому языку и литературе. Соответственно, он объединяет лингвистов, литературы ведов, учителей и библиотекарей. На территории образовательных организаций Астраханской области сегодня и в течение всей недели будут еще проходить другие образовательные мероприятия по истории, зарождению и формированию русского языка и литературы. Людмила. Спасибо, Анара. Я напоминаю, на прямой связи со студией была моя коллега Анара Едикеева. Мы переходим к другим новостям. Еще 12 российских городов получили статус «Город трудовой доблести». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Почетное звание получили Барнаул, Каменск, Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск, Наамури, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары. Звание «Город трудовой доблести» присваивают регионам, жители которых в годы войны бесперебойно обеспечивали фронт военной техникой, обмундированием и продовольствием. Промышленные предприятия стали пропускать снаряды, пулеметы и автоматы. Для принятия решения эксперты Российской Академии учитывали количество наград, полученных в годы войны предприятиями города, число знамен трудовой славы, количество жителей, удостойных госнаградами за трудовые заслуги. По словам главы Российской Академии Наук Александра Сергеева, в этом году на экспертизу поступила 41 заявка. Положительную оценку Российская Академия Наук получила и заявка от Астрахани. Пакет документов готовила специальная рабочая группа по поручению главы региона Игоря Бабушкина. Были задействованы преподаватели и студенты вузов, сотрудники Госархива областной научной библиотеки Астраханского музея-заповедника. Справка и акты были направлены на экспертизу в столицу, в РАН, где и получила одобрение. Окончательное решение за президентом страны и оргкомитетом Победа. Каковы шансы Астрахани стать городом трудовой доблести? Обсудим с сопредседателем Центрального штаба Общероссийского общественного гражданского патриотического движения «Бессмертный полк России» и на прямой связи со студией Елена Цунаева. Добрый вечер, Елена. Добрый вечер. Добрый вечер. В прошлом году 20 городов получили звание город трудовой доблести. В этом году 12 городов. Как вы считаете, каковы шансы Астрахани получить, попасть в этот список? Во-первых, хочу сказать, что как член Российского организационного комитета Победы я тоже принимала участие в обоих совещаниях, заседаниях РОКа, где принимались эти судьбоносные решения. И звучали доклады Академии наук. Это первое. Второе, на что хотел бы обратить внимание, что я еще являюсь автором энциклопедии «Сталинградская битва», где очень много статей посвящено вкладу Астрахани и Астраханской области в победу под Сталинградом и вообще Великую Отечественную войну. Поэтому, конечно, мое мнение, как не только общественника, историка, что, конечно, Астрахань вполне достойна стать городом трудовой доблести. 39 госпиталей. Все производство переведено было на все промышленные предприятия, на производство военного оборудования. Принято очень много эвакуированных предприятий. Поэтому заслуги безусловны. С другой стороны, мы понимаем, что в указе, который принял президент, о присвоении городов трудовой доблести, есть конкретные признаки, формальные признаки. Это количество награждений, орденов, знамен и так далее. Поэтому рейтинг какой-то по очередности принятия городов, он выстраивается в том числе и по этим формальным признакам. Одним из критериев получения этого почетного звания является наличие военных заводов, насколько мы знаем. И по данным Госархива, только в городе около двух десятков предприятий работали для фронта. Из Астрахани на фронт шли не только боеприпасы и продовольствие. Астрахань снабжала солдат обмундированием. Этих данных недостаточно, как вы считаете? Я уже сказала, что, конечно, достаточно. Там и подводные лодки производили, и снаряды, и тральщики, и аэросани. Но указ, который принял президент, он имеет, как я уже сказала, формальные признаки. Это количество наград полученных непосредственно городом, непосредственно предприятиями. Поэтому в первую очередь награждение городов состоялось именно тех, где присутствует вот это большее количество. Вы знаете, вклад нашего народа вообще в Великую Отечественную войну, в том числе в тыл, он настолько огромен, что вообще, если смотреть так, то практически каждый город, он что-то делал для фронта и вполне достоин. Но такое высокое звание, как город трудовой доблести, конечно, нужно подтверждать архивными документами и справками. Мое мнение, что Астрахань вполне достойна носить такое высокое звание. Скажите, пожалуйста, если Астрахань пройдет все этапы и получит статус город трудовой доблести, что изменится? Будут какие-то привилегии? Вы знаете, вот эти почетные звания, такие как город-герой, города воинской славы, города трудовой доблести, это скорее не какая-то финансовая история, которая вот сразу будут привилегии какие-то у города. Это, скорее всего, больше про моральное и про ответственность. Город, получивший такое высокое звание, будет лидером общественной повестки, связанной именно с тружениками тыла. У нас только 37 субъектов, где шли боевые действия в современной Российской Федерации по отделению, но очень много городов трудовой доблести. По моей информации, еще в Южном федеральном округе ни один город не удостоен этого высокого звания. Поэтому, если получится, что Астрахань станет таким городом, то, конечно, это будет ответственность и место сосредоточения такой особой повестки именно для города Астрахань и его жителей. С точки зрения сохранения исторической памяти, с точки зрения воспитания, с точки зрения вообще развития каких-то интересных проектов. Ну, что касается финансов, как я уже сказала, тут особых таких историй каких-то нет. Спасибо, Елена Моисеевна. На прямой связи со студией была сопредседатель Центрального штаба Гражданского патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. Малые города Астраханской области представят свои проекты по благоустройству на Всероссийском конкурсе. Заявки в Оргкомитет уже отправили Знаменск, Ахтубинск, Нариманов и Харабали. Федеральный конкурс реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Авторы лучших проектов по благоустройству разделят между собой 5 миллиардов рублей. Это общий призовой фонд. По правилам конкурса принять в нем участие могут только города с численностью населения до 100 тысяч человек. Из всех идей конкурсная комиссия отберет только 160. Поэтому к заявке конкурсанты подходят ответственно. Привлекают архитекторов и ландшафтных дизайнеров. Так, по задумке авторов в Харабалях должен появиться яблоневый сад. В Нариманове восстановят лодочную станцию и благоустроят пляж. В Ахтубинске разобьют парк Летный, а в Знаменске появится аллея космонавтов. Проекты уже получили оценку зампредседателя правительства региона. Михаил Богомолов призвал муниципалитеты еще раз детально проработать планы по благоустройству. Прежде всего, по мнению зампреда, нужно учитывать мнение горожан и не замахиваться на идеи, которые могут обойтись дороже сметы. Один из примеров в Знаменске на будущей аллее космонавтов хотят установить монумент в виде баллистических ракет. По словам Михаила Богомолова, такую стелу в виде ракет будет непросто разместить и построить. Достаточно геометрически, пространственно, красиво и качественно. Я просто очень опасаюсь, я просто вижу, как у нас все объекты реализуются, опасаюсь просто за реализацию данного объекта вокруг стелла. Я бы предложил, может быть, как-то эту историю упростить. Да, не утяжелять такой вот конструкции, потому что реально мы можем с этим столкнуться, и потом это будет у нас, как вот, может превратиться в долгострой. Тем более, мы понимаем, Знаменск – это закрытый город, это там определенный допуск туда подрядчиков и прочее. Поэтому, в целом, я бы предложил разгрузить эту историю. Готовь сети летом, чтобы зимой было тепло. В Астраханской области полным ходом идут работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Для бесперебойной подачи ресурсов в селе Нижний Баскунчак планируется восстановить котельную. Стоимость работы оценивается в 15 миллионов рублей. Всего же на подготовку многоквартирных домов к отопительному сезону замена аварийных участков теплотрасс потребуется около полумиллиарда рублей. Жилой двор на улице Ленина в траншеях. Здесь подрядчики меняют аварийный участок теплотрассы протяженностью около 500 метров. Вот точечная коррозия, вот раковина. Астраханская область опутывает 750 километров сетей теплоснабжения. Их износ составляет свыше 80%. Но увеличивать объемы по замене инженерных коммуникаций ресурсоснабжающих компаний не в силах, сдерживая цена. С начала года только стоимость металла подскочила в три раза. Организации представлен нам план замены сетей. Учтены работы, которые были критичными по прошлому году. И соответственно эти работы проводятся. Понятно, что удорожание металла откладывает свой отпечаток, но это реальность времени и приходится как бы вкладываться. Для бесперебойной подачи тепла жителям многоквартирных домов строители укладывают в траншеи стальные трубы с изоляцией. Они прослужат не менее 25 лет. Труба уже идет предварительно изолированная. Нет контакта с влагой. И дольше срок службы эксплуатации трубы. Силы подрядных организаций будут брошены на ремонт котельных. В Астраханской области 392 таких объекта. Большая часть работает на газе. Для котельных Ахтубинского, Черноярского и Харабалинского районов требуется мазут. Из бюджета области ежегодно выделяются средства на закупку мазуту. Это порядка 200 миллионов рублей. Органы местного самоуправления проводят аукционы, чтобы до начала отопительного сезона мазут был в баках и котельные функционировали в бесперебойном режиме. Муниципалитетам необходимо своевременно заключить контракты на поставку топлива, чтобы исключить ситуацию прошлого отопительного сезона, которое случилось в Харабалинском районе. Тогда пришлось решать вопрос с дефицитом мазута в оперативном режиме. Поставщик не выполнил условия контракта, и жители могли остаться без тепла. Глава региона Игорь Бабушкин после этой ситуации поручил главам районов заключать контракты только с проверенными поставщиками. В целом, стоимость работ по подготовке региона к предстоящему отопительному сезону оценивается почти в полмиллиарда рублей. Завершить все ремонтные работы и получить паспорт готовности к зиме правительство Астраханской области должно не позднее 15 октября. Татьяна Токаря, Руслан Срывченко, Центр новостей. Вард-бульвар на несколько часов превратилась в одна из центральных улиц Астрахани. На ней развернулись творческие площадки, мастер-классы и ярмарки. Организатором пилотного проекта «Вечера на Никольской» выступила администрация города. Как астраханцы и гости области отнеслись к такому перевоплощению в нашем следующем репортаже. В данном случае я не бог, но я обжигаю их. Мастер Тараян не один десяток лет работает с глиной. Волшебством гончарного искусства на Никольской он готов поделиться со всеми желающими. Любую вещь, которую человечество делало за 40 лет Homo sapiens, вот эти руки умеют делать. Вот так вот пилот, вот так вот. И он готов. Астраханская область славится не только гончарным делом. На выставке представлены сувениры из дерева и лозы. Хлебницы. Вот такие салфетницы. Разве это не прелесть? Как вы считаете? Модницы могут подобрать себе эксклюзивные наряды, а к ним и украшения ручной работы. И натуральная шерсть. Это наше всё. Как 40 градусов жара начинается, такое платье надо носить, чтобы плечи не горели. Внутри прохладнее, чем снаружи. Улица Никольская превратилась в ар-бульвар. Здесь каждый может найти себе дело по душе. Принять участие в спектакле, флешмобе и даже сыграть партию в шахматы. На следующие выходные мы приглашаем каждого талантливого человека прийти и показать, что он может и заинтересовать других. Мы приглашаем бизнес, который здесь на Никольской в большом количестве. У них рестораны, бары. Пожалуйста, на время выходных выносите столики на улицу. Пешеход на Никольской стало на несколько часов. На это время у мастеров появилась хорошая возможность показать себя, реализовать свои изделия. А для астраханцев и гостей хорошо провести время и узнать город. Здесь такая обстановка, добрая, идёжная. Старая Астрахань. Старая Астрахань. Обязательно. Надо возрождать и надо всё это показывать. И чтобы это всё было, чтобы люди ходили и наслаждались. Необычно для нашего города. Исторически интересные какие-то подделки. Когда много народу и когда тут веселятся все. Очень даже нравится. Вечера на Никольской по задумке администрации Астраханьи будут продолжаться всё лето. И не исключено, что арт-бульвар станет ещё одной визитной карточкой города. Я дама с 19 века, у которой нету собачки. Татьяна Тугарь, Игорь Неведенко, Центр новостей. На этом у меня все новости к этому часу. Следите за новостями на нашем сайте astrhandefis24.ru. Там же можно посмотреть записи наших программ, фильмов и проектов. Есть возможность смотреть и прямой эфир. Присылайте ваши видео и темы для репортажей. В мессенджерах номер вы видите на экране. Желаю вам хорошего вечера. И до встречи на телеканале Астрахань-24. Субтитры подогнал «Симон»!